Вот такой вот мальчик у нас родился, у прекрасной мамы, высокой культуры, образованной. Ну и такой же мальчик, такой же замечательный. Маленький Назар родился 3 июля. Такого совпадения не ожидали родители, не прогнозировали и доктора, но сей факт не опечалил. Молодая мама счастлива, что сын появился на свет в главный праздник страны здоровым и крепким. Родили мальчика 3 числа, на День независимости, поэтому для нашей семьи это праздник двойной. Независимо от решения врачей, ребенок наш решил появиться именно в этот день, в 5.30. Поэтому это праздник двойной для нашей семьи, несмотря на то, что это главный государственный, у нас это главный дважды. Роды, вы знаете, это то чудо, которое невозможно без помощи таких специалистов, профессионалов, которые работают в этом роддоме. Поэтому огромная благодарность и искреннее уважение бригаде, которая принимала роды у меня на втором этаже в обсервации, за их профессионализм, за их, что немаловажно для женщин в таком состоянии, это моральную поддержку. Эти мамы, конечно, думают о том, кого они привозят на этот мир, как они будут жить дальше, их жизнь поменяется коренным образом. Конечно, это очень радует, потому что воспитание ребенка, рождение ребенка – это очень тяжелый труд. Я пожелаю, конечно, как доктор, прежде всего, крепкого здоровья ребенку и матери. Это самые основные постулаты жизни. Будет здоровье, тогда все зависит уже от человека. Это его воспитание, воспитание на благо нашей Родины, конечно. Конечно, нас не так много белорусов, и очень бы хотелось, чтобы дети рождались, рождались здоровые, рождались умные, которые в этой жизни, в этом государстве нашли себя. Условия для этого созданы. Назару и еще семи мальчишкам в будущем придется побороться за невест в этот день. Девочек в мир пришло меньше – всего четыре. Но зато какие красавицы! Однако, хотелось бы отметить, что все-таки в целом по области равенство все-таки состоялось. Из 26 родов, 13 мальчиков и 13 девочек. Спад рождаемости начался у нас в 2016 году, а теперь этот спад действительно замедляется. Не быстрыми темпами, но все-таки всего лишь каких-то 180 родов отделяет нас от прошлого года. Если брать годами, двумя-тремя, раньше, там был спад до тысячи родов за полугодие. Поэтому сейчас этот спад, тенденция к снижению родов, она снижается. Брестская область навсегда была на высоте по рождаемости. И по итогам работы за прошлый год тоже самая высокая рождаемость Брестской области. Причем при самых низких потерях новорожденных. 12 мам, чьи малыши появились на свет в День независимости нашей страны, принимали поздравления сегодня в рамках традиционной ежегодной акции «Белая Русь с любовью к детям». Почетная миссия поприветствовать новорожденных белорусов и их счастливых мам уже десятый год собирает в Брестском областном роддоме представителей Республиканского общественного объединения «Белая Русь», а также депутатов городского совета. Поддержка семьи и материнства в нашем государстве в приоритете. Радость материнства получается откуда? Из семьи. То есть должна быть семья, должны быть дети, и детей должно быть много, потому что слово «семья» – семья. Я счастлив, что есть вот такие вот общественные организации, потому что это все начиналось еще 10 лет назад, когда я еще возглавлял это учреждение и общественное объединение «Белая Русь», которая не боится, взяла на себя такую ответственность и каждый год приходит, поздравляет женщин наш, главный праздник. Вот, и это очень здорово, и мы тоже стараемся всегда их поддержать и принять участие. В числе новорожденных красавиц и дочка Оксана Берестюк, которая родом из Украины, девочка долгожданная и очень желанная. По признанию молодой мамы эмоции, которые она испытала в день появления на свет Сергеевны, с именем пока еще не определились, называют по отчеству, не подаются никакому описанию. Девочка решила появиться на праздник. Родились мы в час сорок ночью, третьего числа. Родилась девочка, малышка наша, 2,620, 49 сантиметров. Пока что она у нас Сергеевна. По отчеству называет Сергеевна. Еще с именем определяемся. Определяемся. Еще надо посоветоваться с папой. Мы сегодня решили поздравить вся областная организация районная, две московские и ленинские, поздравить тех мам, которые родили детишек именно в день независимости. Поэтому примите цветочки, а это такой небольшой подарочек. В семье все пригодится, тем более уже у вас увеличилась семья, то есть двое деток, да? Пусть это будет на память. Родились настоящие патриоты. Именно так обычно говорят о малышах, которые появились на свет 3 июля. И разве может быть иначе, если они сделали свой первый вдох, а затем скажут и первые слова, сделают первые шаги на независимой и суверенной белорусской земле. Субтитры создавал DimaTorzok